Уверенный поступью к штанге, как будто и не было двухлетнего перерыва. Татьяна Фомина снова тренируется и выступает на соревнованиях. А ведь ей уже восьмой десяток. При этом каких-то три года назад она и вовсе была на волоске. Онкология, больничная койка, операция. Этот шаг наверх она сделала неделю назад в Таллине на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди ветеранов. Шесть мировых рекордов в весовой категории свыше 65 килограммов среди спортсменов старше 70 лет и седьмая победа на мировых первенствах. Статистика ничто по сравнению с тем, что было в душе ульяновской спортсменки. В столице Эстонии она отстаивала честь России в гордом одиночестве. Я до последней минуты, пока не пришла в разминочный зал, до последней минуты у меня был мандраж. То есть я так, я просто, я не знала с чего начать. Я не знала, как я буду выступать. Вот вы даже не представляете. То есть это говорит о чем? Такого у меня еще не было на соревнованиях. В своей долгой спортивной карьере она занималась коньками, марафонами, плаванием, но самых больших успехов добилась в пауэрлифтинге. Поэтому в зале атлетической гимнастики спорткомплекса «Торпеда» Татьяна Фомина в большом почете. Живая легенда ульяновского спорта. К ней за советом, за поддержкой, за секретами мастерства. Я считаю, что вот ветеранский спорт, он как раз и должен присутствовать только для того, чтобы молодежь видел, что жизнь у них только начинается. И то, что они какие-то маленькие килограммы поднимают, это далеко не предел. Классическая размеренная жизнь пенсионера, любит говорить Татьяна Фомина, не для нее. Половина ее сверстниц восхищается успехами бабушки-чемпионки. Другая половина крутит у виска. Когда узнает, что вместо посиделок на лавочке у подъезда, она идет тягать штангу. Но именно в этой любви к здоровому образу жизни и кроется секрет спортивного долголетия Татьяны Фоминой. Очень просто. Первым утром делать утреннюю гимнастику. Обязательно. Второе. Полюбить себя и ходить в спортивный зал хотя бы по часу, два-три раза в неделю. Вот и все. Медаль Таллинского первенства мира не последний в копилке Татьяны Фоминой. В этом уверена она сама, ее сын тренер Альберт Фомин, а также коллеги по областной команде. После очередного триумфа не прошло и недели. А она уже мечтает о том, чтобы снова поехать на соревнования и победить соперников, земное притяжение, саму себя. Михаил Сашанский. Новости Ульяновской правды.